Здравствуйте! Независимо от того, что у нас сегодня дождь, у нас сегодня, наверное, праздник. И не один. Первый праздник – это то, что у нас сегодня седьмая неделя, седьмая лекция, окончание первого модуля. И в то же время окончание второго спринта. То есть, нас ждет сегодня подведения итогов с одной стороны, и с другой стороны очень эффективное знакомство, а эффективное в плане того, что вам предстоит очень много узнать, и потом это очень быстро применить в практику с UMAI. Вы уже видите по заголовку нашего слайда о том, что будем говорить о UMAI. И тема звучит у нас – моделирование бизнес-процессов на UMAI. Мы рассмотрим три вопроса, которые так или иначе связаны с UMAI. Нас ребята сегодня готовят очень такой мощный информационный поток для вас. Я думаю, вам удастся разобраться по предварительным сообщениям, я так понимаю, что вы смогли разобраться и расскажете много интересного, полезного, важного всем остальным. И всем остальным удастся вместе с ребятами составить свои бизнес-процессы на UMAI. Но до того, как мы начнем, до того, как я дам слово ребятам, я бы хотела сразу обратить ваше внимание на некоторые подсказки, на некоторый процесс, как можно эффективно моделировать наши процессы на UMAI, как можно классно строить юзкейсы. Для этого вам необходимо погрузиться уже сразу в те процессы, в ту специфику, как это делается. Мне будет интересна ваша реакция, потому что некоторые из вас уже знают, что такое UMAI, уже пробовали что-то делать, кто-то смотрел юзкейсы, кто-то на прошлый раз готовил доклады. Поэтому будет важно понять ваше настроение, кто на какой стадии начинает, насколько вам просто и легко усваивать тот или иной материал, насколько это будет полезно. До этого я хочу спросить у вас, как ваше отношение к UMAI? Многие, наверное, скажут, что уже разобрались, многие только начинают разбираться, но в целом у каждого, наверное, сформировалось свое мнение о том, для чего это нужно, как с этим работать, чем вам это поможет в вашей будущей практике. Вот буквально несколько слов хочется услышать от вас, как вам UMAI. Игорь, что вы скажете? Ну, UMAI интересная такая вот, ну, как платформа для моделирования, потому что она подходит с точки зрения как бы объектного проектирования, и то есть тебе надо уже совершенно по-новому моделировать свои процессы, потому что тогда ты смотрел на функции, на то, как там, что происходит, а теперь тебе надо смотреть больше на действующих лиц. Угу. Фокус внимания перестроен. Да, фокус внимания перестроен. Хорошо. Пожалуйста, что вы нам скажете? Ну, я даже не знаю, что сказать, как это все собрать в кучу, но это, наверное, будет довольно объемно, и, ну, потом уже возникнут вопросы, что именно делать, как бы, ну, такой объем, я понимаю полностью вот весь процесс, от первой до последней диаграммы, ну, я так понимаю, мы делать же не будем, да? В рамках, да, нашего занятия. В рамках, да. Ну, если полностью это охватывать, то это довольно сложный объем, и с помощью вот одной диаграммы вот у нас только use case, с помощью этой use case диаграммы, ну, если она не привиальная, то понять что-то довольно-таки сложно. Угу. То есть вы столкнулись с тем, что обилие информации, как с ней работать и что? Да. Оно, в принципе, все очень похоже, очень сходно, но каждая диаграмма несет за собой определенный смысл, то есть и этот смысл, то есть разница, уровень произвести между некоторыми из них довольно-таки тяжело. Угу. Хорошо. Ира? Ну, мне пока сложно сказать. Я думаю, после того, как мальчики нам сегодня расскажут, подробно все будет более понятнее. Так. Некоторые в своих ученых в уроках писали о том, что с нетерпением ждем следующей лекции, познакомиться и узнать что-то чего-то больше, да? Хорошо. Лена, что вы скажете? Ой, я еще вот так не стала, что я вас ничего не строила, но я пока искала какие-то средства и узнала, что там 13 диаграмм, видов диаграммы, например, или. Ну, и некоторые, и некоторые из них довольно-таки схожи. Некоторые схожи с IDF были. Ну, не в плане, да? Ну, понятно, что они отличные, но есть, есть схожи. Ну, а пока у нас нет четкой задачи, что нам делать, и пока не понятно немножко. Так, хорошо, хорошо, да? Что вы скажете, Ленечка? Ну, пока мы поверхностно это все знаем, мы еще толком не разобрались с данной методологией. Вот, и поэтому я надеюсь, что отобразить данной методологией в наших предприятиях мы. Отберете, да? Чувствуете вот разницу на ребятах? Ну, интересно будет, как оно и что. Ребята, которые попробовали, говорят, очень много информации. Те, кто еще не пробовали, говорят, ну, наверно что-то интересное, как-то нужно, нужно пробовать. Хорошо, что вы скажете, потому что вы уже и пробовали, и, наверное, еще хотите попробовать, да? Нет, это не то, что было, а просто, как я сказала, я снимала до своей презентации, это столкнулось немножко с этим. Ну, это, как я понимаю, моделирование процессов на картинках или как-то так. Визуализация бизнес-процессов, который помогает лучше понять высоту системы, которую мы проектируем. Даша? Ну, на данный момент я еще не могу ничего сказать, только ничего не строила. Угу. По-моему, чуть попозже. Хорошо. Оль, что вы скажете? Ну, так не точно, я еще требовала что-то сказать. Да. Пока готовилась, конечно, к предыдущей лекции, я узнала, какие есть виды их, но так, чтобы особенно... Ну, вы с юзки есть, а вы хорошо разбирались, работали, уже разделали свой выбор. В чем вы будете моделировать? Я еще особо не остановилась, как бы, мальчик. В практике, которая будет удобнее, уже тогда более... Попробуйте. Да, Дим, один из наших экспертов сегодня, что вы скажете? Мне нравится, что этот язык, он просто для понимания, универсален за счет своего обилия и диаграмм, и практичен, потому что по тому, как нам говорил Роман еще месяца-полтора назад. Да. Потому что это один из самых распространенных языков моделирования, которые используются действительно на практике. То есть, теперь слова практика уже как-то по-другому воспринимаются, да? Когда он говорил, что это будет работать, то с этим нужно разбираться. Карина? Ну, я считаю, что, в принципе, если как-то нужно было этому миру UML, чтобы он был создан, потому что мы когда рассматривали там диаграммы и прочее, что это было до UML, то есть это было не то, чтобы хуже, но это было на другом уровне, чем UML. Все-таки, я думаю, что это будет интересно рассмотреть с другой позиции, во-первых, а во-вторых, я думаю, что основные и вопросы, и понимания придут только вот когда же мы будем лично строить что-то. На практике, спасибо, Лена, что вы сказали? Ну, я бы как-то не знаю, не могу сказать точно, но какая-то неопозная объект для меня UML, если честно. Исследуя кейс-средства, если честно, столкнулась с тем, что абсолютно бесплатной версии я как-то не знаю, если вижу, то она для меня как-то визуально неинтересна, не знаю, потому что платные кейс-средства, они, конечно, интереснее, но они на 30 дней, и, в общем, я пока не могу определиться, но пока кейс-средства не разбиралась. Хорошо, хорошо, спасибо, Ань. Ну, можно еще добавить, потому что преимущественно для нас есть то, что это как-бы что-то новенькое, но вы там, в принципе, не слышали, ну, даже если слышали, то не изучали. То есть, если одевать перед этим было какое-то улучшение, скажем так, раннейших знаний, то немножко что-то новое, поэтому все остальное как-бы уже на практике. То есть, начинаем с чистого листа и будем пробовать, что у вас с этим будет получаться. Здорово, хорошо, мне нравится ваш настрой, что вы хотите разобраться с новым, сложным, непонятным, и в то же время ведите практическую ценность от того, что вы разберетесь. Но у вас было еще одно интересное задание. Когда вы рассказывали о себе, скажите, насколько было сложно выделить вот те ключевые факторы для себя, когда вы выбирали, что вам удалось, какие навыки удалось потренировать, что удалось развить в себе нового, вот насколько эта работа оказалась для вас ценной? Как вы сказали? Как оказалось очень сложно. Да, очень сложно, да? Вначале кажется, что столько всего, а потом нужно выбрать всего лишь пять и понять, какие больше, а что это вообще нужно писать или об этом лучше вообще не говорить. Но это было действительно непросто. Сразу показалось, что что-то уже сказали. Так, а после того, как это сделали, вот на сколько вам казалось? Я обратила внимание, что у многих, в принципе, все похоже. Действительно, этот предмет нас научил дедлайну. Это у нас четко разграничено, это понятно. На самоорганизации все пытались как-то сами разбираться, углубляться. Ну, в итоге получилось неплохо. По крайней мере, по выводам, результатам. Но у нас сегодня будет еще одно интересное задание, связанное с вашим предыдущим, как я вам и обещала. Посмотрим, как нам удастся теперь представить себя для той цели, к которой мы будем идти или уже идете. Вы в своих намерениях, в своих планах, в принципе, с чем мы будем разбираться. Итак...